Сервис, где все объясняют за 10 минут и поощряют саморазвитие. Ты наверняка слышал о разных типах темперамента. Но более интересно, как использовать эти знания на практике. Представь себе, ты можешь найти индивидуальный подход к человеку, зная его тип. Открывай заметки, сейчас мы расскажем, как это сделать. Кстати, ты сэкономишь время на изучение курса по нейрофизиологии поведения, который занял бы не меньше недели твоего времени. Мы же дадим конкретные рекомендации за 10 минут. Сперва запомни, темперамент – это врожденная особенность. Но она не определяет поведение, а лишь отражает свойства нервной системы. Особенно процессы возбуждения и торможения. Теперь рассмотрим каждый тип. Нервные процессы сангвиника уравновешены. То есть возбуждение у таких людей соразмерно торможению. Более того, эти процессы быстро сменяют друг друга. Благодаря этому сангвиники легко адаптируются к любым условиям. Они обычно общительны и дружелюбны. Это тот самый коллега, который в любой трудной ситуации находит решение, сразу знает, с кем поговорить и что сделать. Они предлагают много идей и решений, но вот реализация для них порой сложный и монотонный процесс. Сангвиники не терпят монотонности. Как ты уже догадался, в общении с такими людьми тяжело обсуждать рутинные дела и скучные темы. Получается, чтобы найти с сангвиником общий язык, нужно его заинтересовать. Например, предложить ему какой-то челлендж. В работе или обучении для сангвиников лучше всего подходит геймификация. Так они получают поощрение за отдельные задачи и могут постоянно видеть прогресс. В конфликтах с ними обычно несложно договориться. Они чаще всего ориентированы на сотрудничество и редко вступают в длительную конфронтацию. Если разговор все-таки зашел в тупик, нужно дать такому человеку время. Скорее всего, через пару часов он уже будет готов говорить конструктивно. Сангвиники очень стрессоустойчивы, поэтому с ними можно говорить прямо и не бояться чрезмерной реакции. Итак, главные принципы общения с ангвиником – заинтересуй его, поддержи его мотивацию, старайся избегать рутины в общении, примени геймификацию или предложи соревнования. У холериков неуравновешенная нервная система. Их процессы возбуждения сильнее процессов торможения. А это значит, что все их эмоции проявляются ярче. Они вспыльчивые и решительные. Самое главное в коммуникации с холериками – избегать провокаций. Иначе ответ может быть неожиданно ярким. Если ты все же решился его спровоцировать, будь готов к конфликту. Вспомни людей, которые ругаются с крееками и битьем посуды, а через час сидят и держатся за руки. Вот это холерики. Они быстро вспыхивают, но стойко переносят конфликты. Разговаривая с холериком в сильном эмоциональном возбуждении, нужно быть внимательным к его эмоциям. Можно использовать технику реагирования на эмоциональные высказывания. Взгляни, в ней всего четыре шага. Первый – не реагируй сам, иначе рискуешь включиться в конфликт. Дай себе пару секунд или даже минут, чтобы сориентироваться. Второй – используй валидацию, проговори эмоцию собеседника. Например, «Вижу, ты сейчас злишься. Давай обсудим эту ситуацию». Главное – не использовать фразы вроде «не нервничай». Это может дать обратный эффект. Третий – отвечай только на факты. Выслушай, что говорит собеседник, выдели из его речи факты и отвечай только на них. Представь, что коллега тебе говорит «Как же меня все достали!» «Сколько можно сдвигать сроки!» «Неужели они не понимают, как это важно?» Как ты считаешь, если выделить из этой фразы сухие факты? О чем говорит собеседник? Правильно, о том, что сроки сдвигаются. С этим и нужно работать. Четвертый – концентрируйся на решениях. Холерики могут застревать в эмоциях и склонны искать виноватых или обвинять себя. Не стоит в это углубляться. Это лишь усиливает эмоциональный накал. Лучше сказать «Давай подумаем, что сейчас можно сделать». Холерики очень азартны и конкурентны. Иногда полезно провоцировать их на соревнования, но делать это нужно очень аккуратно. Давай подведем итог с помощью популярного в психологии приема. При общении с холериком используй принцип «полешек и ковшечков». Выбирай. Сказать то, что эмоционально его подстегнет, то есть подкинуть «полешков» в его огонь, или же потушить этот огонь из ковшечка, применяя технику валидации и поиска конструктивного решения. Уже запутался, как общаться с холериками, а как с сангвиниками? Сейчас напомним, держи главные мысли. Темперамент – врожденная особенность, которая отражает то, насколько бурно человек реагирует на какие-либо ситуации. Сангвиники спокойные и дружелюбные. Они генерят много идей, не вступают в конфликты и обожают челленджи. Холериков легко вывести на эмоции, но если уважать их чувства и говорить на языке фактов, то с ними легко найти контакт. Удобно получать лайфхаки по общению за 10 минут, правда? Тебе не пришлось читать книгу «Темперамент» как основа характера на 176 страниц. В этом вся суть саммари – коротких познавательных роликов. Мы собираем главные тезисы по теме, упаковываем их в видео и экономим твое время. Подключай подписку на сервис интроверта на год за 166 рублей в месяц и начни разбираться в сложных темах за 10 минут. По промокоду «Минус 15» скидка 15% на подписку. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании видео на сайт и активируй промокод. А мы продолжаем. Впереди еще два типа темперамента. У флегматиков, в отличие от холериков, торможение нервной системы гораздо сильнее возбуждения, поэтому они обычно спокойны. Вызвать у них сильные эмоции – сложная задача. Вспомни того друга, который молча читает, как другие спорят в чате. С такими людьми проще всего общаться, прибегая к логике. Рациональность – их конек. Предлагай конкретные решения и аргументы. При этом эмоциональные аргументы для них могут быть непонятны, поэтому прежде чем идти на разговор с флегматиком, подготовь конструктивные тезисы. Часто такие люди упрямы, они будут молчать, но делать так, как считают нужным. В открытый конфликт они вряд ли будут вступать, но и на уступки идут с трудом. Особенно если речь идет про изменения. Они их не очень любят. В силу ригидности нервной системы им сложно адаптироваться. Однако есть техника, которая поможет убедить такого человека принять изменения. Перед разговором с ним подготовь три вектора аргументов. Первый – покажи, что изменения неотвратимы, если это действительно так. Второй – приведи аргументы, почему это будет ему выгодно и как повлияет на его жизнь. Третий – а потом четко распиши пошаговую инструкцию адаптации. Этот алгоритм можно использовать и в споре с флегматиком. Допустим, твой друг-флегматик считает, что менять выбор кафе для ваших встреч – пустая затея. А вот ты уже устал от однообразия. В таком случае обозначь, что ты больше не пойдешь в старое место. Потом составь список альтернативных мест и расскажи другу, что он выиграет от этой перемены. Не стоит выводить флегматиков на эмоции. Если они разозлятся или огорчатся, это надолго. Запомни главное – в общении с такими людьми не нужно спешить. Флегматики не мыслят быстро, им важно глубоко проанализировать ситуацию. Также помни, что важно использовать рационализм и аргументы, чтобы в чем-то убедить. Покажи наглядно, какую выгоду человек получит и почему лучше сделать так, как предлагаешь ты. У меланхолика процессы торможения и возбуждения слабые. Поэтому его нервная система очень чувствительна и неустойчива к стрессу. Чаще всего такие люди предпочитают заниматься чем-то монотонным и не любят изменения. В стрессовых ситуациях им тяжелее остальных. Они часто закрытые и чувствительные. Чтобы найти с ними общий язык, не стоит делать резких движений. Это те самые люди, про которых принято говорить «принимает все близко к сердцу». С ними надо быть мягче. Лучше всего меланхолики делают то, что требует вдумчивого и медленного подхода. Поэтому если нужно что-то предложить меланхолику, лучше подготовить почву. Рассказать заранее, что ему предстоит, чтобы он успел адаптироваться. Самое главное – быть спокойным и открытым. Если говорить с меланхоликом в агрессивной манере, он, скорее всего, закроется и уйдет в себя. Тогда договориться станет еще сложнее. И вообще, если хочешь обсудить с меланхоликом серьезный вопрос, лучше зайти издалека. Поговори с ним сначала о погоде, о настроении и только потом переходи к главному. И запомни, меланхоликам нужно время на адаптацию. Они не любят изменений, зато любят монотонность и спокойствие. При общении с ними лучше быть аккуратным и начинать издалека. Давай еще раз повторим главное. Темперамент отражает свойства нервной системы и основан на процессах возбуждения и торможения. В зависимости от типа можно найти подход к человеку. При этом чистых темпераментов практически не бывает, но все равно можно выделить некоторые рекомендации. Сангвиники – самый устойчивый тип. Для того, чтобы найти с ними общий язык, важно их заинтересовать. Бросить им вызов или пообещать награду за выполненное действие. Холерики могут быть сверхэмоциональны и вспыльчивы. Поэтому тебе понадобятся техники эмоциональной регуляции. Используй валидацию, отделяй факты от эмоций и предлагай конструктивные решения. Флегматики спокойные и рациональные, поэтому важно приходить к ним с готовыми аргументами. Их сложно убедить в чем-либо, поэтому подчеркни пользу. Также не стоит их торопить, ведь они должны все проанализировать и взвесить. Меланхолики – самый чувствительный тип, поэтому с ними нужно бережно обращаться. Таких людей отпугивают резкость и агрессия. Оперируй к их чувствительности и не дави, и начинай серьезные разговоры издалека. Круто! Прошло всего 12 минут саммари, а ты уже знаешь 5 лайфхаков по общению с разными темпераментами. В этом саммари собрана вся необходимая информация вместо 350 страниц книги «Темперамент и характер». Здорово? Продолжай узнавать лайфхаки по психологии от экспертов с нашими саммари в подписке на платформу интроверта. Вот с каких стоит начать. Как справиться с социофобией? Три шага. Лайфхаки по общению с людьми вместо консультации со специалистом за 3000 рублей. Как построить здоровые отношения? Разбор. Саммари о том, как типы привязанности влияют на твое поведение. Вместо пяти часов чтения книги «Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения». Дружба между мужчиной и женщиной – это реально. Разбор четырех видов дружбы вместо чтения «Мужчины с Марса», «Женщины с Венеры» на 300 страниц. Подключай подписку всего за 166 рублей в месяц, а по промокоду «Минус 15» скидка 15% на подписку. Промокод действует до конца недели, поторопись. Переходи по ссылке в описании и возьми за привычку разбираться в сложном за 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok